Для того, чтобы закрыть процедуру, нам необходим гель со стемпептидами, крем со стемпептидами и сам протектор. Всё, на этом процедура будет полностью выполнена. Если не очень устали, вот подойдите, посмотрите, во что превратилась эта маска. Потому что на экране видно, сетка просто осталась. Вот можете аккуратно вот такую пачку потрогать. То есть её только снимаем? Её мы только снимаем. То есть нет вот этого геля, всё полностью ушло на то, чтобы закрыть эту раневую поверхность. Она сухая, сухая, сетка. И кожа под ней другая совершенно, да, под маской. Беленькая, свеженькая? Свеженькая, ровненькая. Ну, розовенькая, не беленькая, а розовенькая. А вот вы спокойны с ними. Да. Вы просто говорили, что иногда... А, нет, она совсем высыхает. Я думала, что когда первая процедура и кожа голодная совсем, тут-то у нас уже... Я вот этот момент хотела, но неужели так всё слишком? Вы протираете? Хлоргексидин. Остаточки снимаю от хлоргексидина. По-моему, не пробовали не снимать остатки? Или надо взять на работу? Я снимаю. Нет, вот я сказала вам, помните, мы поставили галочки, я сказала, что я делаю вот так, потому что я предпочитаю, чтобы каждый последующий этап начинался чисто. Сейчас мы наносим сыворотку, и поверьте, всё то, что необходимо было ввести, оно и ввелось. Вот сыворотка со стемпептидом. Достаточно. Это то, чем мы закрываем. Ещё у нас есть Витапеп, сыворотка и Витапеп крем. Это для домашнего ухода. Это то, что вы можете рекомендовать тем пациентам, которые понимают, что концентрация активных компонентов, пептидных комплексов в профессиональной линии, конечно же, значительно выше, нежели в косметических средствах, которые продаются в розничной сети. Поэтому для таких пациентов вы можете рекомендовать крем со стемпептидами, сыворотку со стемпептидами. Очень интересный продукт – Порекс Маск. Он в каталоге у вас есть. Это для пациентов, у которых выражен был гиперкератоз, и они могут испытывать после нидлинга шелушение кожи. То есть вот такая, это не проблема, но отшелушивание вот этих омертвевших частичек, и тогда Порекс Маск прекрасно, очень деликатно растворяет. У меня она есть дома, я её периодически пользуюсь, то есть даже не делая нидлинг. Это, ну, не альтернатива химического пеленга, нет, безусловно, но это очень деликатно. Она с корицей, она с тыквой, тонким слоем наносится, высыхает и смывается. Если кто-то захочет, я сейчас тестер достану, я вам его продемонстрирую. Очень деликатно, не агрессивно, не щипет, не раздражает кожу. То есть мы закрыли сывороткой, теперь мы закрываем крем. А сыворотка должна питаться полностью? Нет, я прям так сверху кладу. Это последний этап, у нас это сам протектор. Он с лёгким тонирующим эффектом, SPF 30 защита. Вот если вы выполнили всё после нидлинга, все вот эти этапы, то мы можем говорить о том, что вот субъективные ощущения травмы, конечно, они будут сохраняться у пациента несколько часов. И в день проведения нидлинга не рекомендуется баня, сауна, активная физическая нагрузка, бассейн, потому что, ну, броневая поверхность, да, тренажёрный зал, это не очень хорошо. Если пациент понервничает, то есть какой-то вот, да, такая эмоциональная нагрузка. Ну, да, наверное, алкоголь, потому что усиление микроциркуляции, да? Но это будет только на уровне ощущения, то есть гиперемии вот в спокойном состоянии не будет. Субтитры создавал DimaTorzok